Всем привет! Меня зовут Инесса. Хотела бы вам показать две вот такие вот красивые абаи. Эти абаи мне муж привез из Египта. Очень долго я хотела сделать обзор на эти амбайки. Почему же я решила сделать обзор? Проблема в том, что вот внешне, может быть, они и красивые, все у них как бы хорошо, но проблема в том, что внутри очень ужасная обработка. Конечно же, мужчинам это не понять, да? Но для нас, женщин, это настолько важно, чтобы вещь была красива как снаружи, так и внутри. Вот так они выглядят красиво снаружи. Давайте, например, отмечу пару плюсов. Один из плюсов то, что такая вот интересная молния идет на всю длину. Мне чем это нравится, то, что можно быстро одеть, накинуть и выбежать на улицу, например. Модельки, они отличаются друг от друга. На вот этой вот модельке здесь идет зауженный рукав. С этой стороны моделька идет широкий рукав. Вот, но так как у меня эти две абаи были куплены на рынке в Египте, вот, и муж, как бы, соответственно, не смотрел обработку. Вот, как бы, сейчас я вам покажу, что оно из себя представляет внутри. А так еще здесь прилагается поясочек. Смотрите, как красиво она смотрится с пояском. Мне прям очень-очень нравится, как бы, можно подчеркнуть талию. Кому это не надо, можно, конечно, не носить поясочек. Вот, очень мне нравятся эти модельки, как бы, все в плюсе. Смотрите, здесь мне очень нравится рукав, то, что здесь идет резиночка. Вот здесь рукав идет он широкий и тем самым, честно, особо неудобно. Как-то оно зрительно увеличивает. Вот эта вот абайка, она, например, очень хорошо стройнит. Очень мне нравится вот ее фасон. Смотрите, так как я ее часто носила, можно заметить, то, что стразы здесь уже поотлетали. Вот, ну, ладно, как бы, нет, это не проблема. Теперь вот давайте я вам покажу внутреннюю обработку. Смотрите, вот здесь вы можете заметить, где-то идет оверлок, да. Здесь, например, уже оверлока нету. По кокетке, смотрите, стачали они швы. И, ну, ничего не обметано, как бы, вообще нет оверлока. Очень, конечно, это интересно. Смотрите, плечевые швы аналогично. Вот рукав втачали. Смотрите, точно так же. Нету никакой обработки. Вот, слава богу, конечно, то, что здесь вот боковые швы, и они обработаны. Потому что длина идет во весь рост. Если бы не было, ну, обработки на боковых швах, то, я думаю, это вообще была бы катастрофа. Вот, вот здесь вот, например, где-то есть тоже обработка, где-то нет. Вот видно, да, как все это торчит. Мне, например, это очень не нравится. К сожалению, у меня нету оверлока, вот, чтобы самой взять, вот, обработать. Вот, смотрите, здесь вот идет рукав. На одной части вот есть обработка. А здесь уже, когда клин вставили, смотрите, нету опять обработки на рукаве. Ну, не знаю, как-то мне это особо не нравится. Но я просто хочу показать вам, что когда вы покупаете одежду, обязательно смотрите, как одежда выглядит внутри. Поэтому, прежде чем купить одежду, нужно обязательно проверить, особенно на арабских, турецких рынках. Ну, в общем, как-то так. Вот такие вот у меня две красивые абайки. Пусть, конечно, они идут с легким дефектом, в плане того, что не обработаны вот эти вот швы. Но, тем не менее, снаружи одежда выглядит красиво. Я, честно говоря, не помню, сколько стоит эта абайка. Вот, но думаю, то, что цена и качество, наверное, соотносимы. Я помню то, что они не прям сильно дорого стоили, поэтому мы решили взять две абайки. В общем, как-то так. На моем канале очень много интересных видео про абаи, про тюрбаны, про хиджабы, про платки. В общем, если вам интересно, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Я шью, рисую и показываю вот такие вот делаю обзорки. Всем вам я желаю хорошего настроения и всем пока-пока!